Одесса всегда считалась очень красивым приморским городом, а вот о красоте следующего города мы можем судить только по его представителям. Уездный город! Добрый вечер! Вы знаете, в Одессе для нас всегда было два имени. Это «Одесские джентльмены» и «Жванецкий». И именно от Михаила Михайловича мы хотим передать привет великим одесским джентльменам. Ты в Одессе пишешься, а это значит, что не спрашивай, тебе деду и не беду, и ты море книжка море. Вы говорите, дайте нам личность. Пожалуйста. Сегодня убери название и не поймешь, какая команда только что ласкала ваш слух на юмор-фм. Один общий стиль, одинаковые костюмы, одна манера. От джентльменов мы узнавали по голосу, по первым аккордам музыки и по непреодолимому желанию зааплодировать им. От их шуток расплывали в улыбке любая зажравшаяся ружья из ЦК. Только они могли стать трижды чемпионами высшей лиги и без всяких на то политических причин. Я сейчас не намекаю. Их обаяние выше женского, чего не бывает. Мы не успевали оглянуться, как начинали говорить их фразами. Скажу больше, они собирали полный зал, стадион, рестораны, а многие из них уже и чемоданы. Сегодня кто-то в Израиле, кто-то в Штатах, кто-то в Германии. И только одному Филимонову паспорта не досталось. Но зато вам любой в Одессе скажет, стоит вечером Филимонову рассказать свежий анекдот, и вечером на утро его уже знают в Израиле, Штатах и Германии. Джентльмены. Джентльмены пользовались такой популярностью, что если бы революция в Украине была в их время, то у них бы взяли белые шарфики и революцию бы назвали белой. Но она была позже, поэтому взяли у уральских пельменей. Джентльмены, а передается ли чувство юмора по наследству? Передается, если передавать больше нечего. Да, такая шутка. Да, раньше так шутили. Ах, восьмидесятые, что это были за годы? Выиграешь в полуфинал, увези и сразу в баньку. С Венечком. По-первых, согласен. По-вторим, не против. Нормально, Пелешенко. Отлично, Левензон. Я вот тут думал, в чем все-таки наша главная сила. Теперь вижу в красоте. Ну, за красоту. Яна, тебе хватит, скоро игра. Отзвони президенту. Алло, Александр Васильевич, даешь прямой эфир, а то на финал мы не приедем. Да, сейчас так только шутят. А они не шутили. И ведь им шли навстречу. А сейчас скажи так. Ну, скажи так. Ну, скажи так. Александр Васильевич, я не провоцирую. А вот они сказали. И где они сейчас? Они сейчас на почетном красном диване. Днем они физики, преподаватели, гальваники зонтично-пуговочного производства. А вечером шарфик, бабочка, трубка и добрый вечер, дамы и господа. Ах, КВН, ах, КВН. Мы вновь к тебе попали в плен. С тобой свидание для нас всегда, как будто в первый раз. Джентльмены, великие КВНчики. С этим надо свириться. И не заходить к этому со второй и третьей стороны. Они любую шутку сделают настолько смешной, что с этим тоже надо смириться. И правильно говорят люди, как сказали одесские джентльмены. Мы приветствуем вас. Желаем удачи, счастья, побед. Недорогих прилетов до Одессы. И дорогих билетов на ваши бенефисы. И... Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу Продолжение следует...